Юлия Улыбина о даче мечтала всегда. Рассказывает, что в городе шумно, воздух не такой чистый, поэтому девушка нашла тихий уголок природы, где можно получать удовольствие от отдыха. Душа у нас лежала ближе к Гранному, потому что там есть и Волга, и вблизи от города, чтобы можно было возить в сады и школы. Мы обратились в эту компанию, которая именно размежевала это большое поле. Выбрали там участок, и после этого мы оформили все через МФЦ. После этого мы уже отдельно от этой компании заказали геодезиста, который пришел, расставил нам точки, и мы начали уже строить забор. Перед покупкой земли необходимо проверить право собственности у продавца, уточнить реальные границы участка и вид его использования. Только после этого можно переходить к заключению договора передачи денег и регистрации права. Нужно убедиться, что продавцу действительно принадлежит интересующая вас недвижимость. Для того, чтобы приобрести, вам потребуется договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается, если у нас со стороны продавца один собственник, он заключается в простой письменной форме. Если у нас несколько со собственников у продавца, то договор должен быть нотариально удостоверенный. Если документы в порядке, а личность продавца не вызывает опасений, убедитесь, что размер и конфигурация участка соответствуют тому, что продавец вам показывает. Оптимально, когда в ЕГРН помимо сведений о собственнике участка содержатся и данные о его координатах. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Все равно лучше вызвать кадастрового инженера, который выйдет на местность и покажет, как данные ЕГРН соотносятся с реальным положением дел. Я бы предостерег о приобретении земельного участка без каких-либо документов, поскольку вы лишаете себя той защищенности в случае возникновения споров с соседями, вопросов к вам от органов власти, не дай бог произойдут какие-то вопросы, возникнут с изъятием, вы лишитесь возможной компенсации в отсутствии зарегистрированного права. И, в принципе, в отсутствии проустановленных документов регистрация невозможна. Еще один нюанс. Законом запрещается строить жилые дома на землях сельхозназначения. На этот счет есть уже на сегодняшний день позиции судебных органов, есть позиции контрольно-надзорных органов, которые сказали, что земельный участок подсадоводства предназначен для выращивания сельскохозяйственных культур и для организации отдыха садоводов. Поэтому организация животноводчества, разведения кроликов, кур, это, скорее всего, будет признано ненадлежащим разрешенным использованием. После подписания договора и передачи денег вы еще не стали собственником участка, напоминают специалисты. Право собственности перейдет только после государственной регистрации в ЕГРН. Поэтому не стоит откладывать обращение в МФЦ. Далее все данные будут переданы в Росреестр. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.